Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Добрый день. Дружелюбно кивнулся до влосы мужчины. «Здравствуйте», — ответил Артем, захлопнув дверь своего автомобиля. Сегодня он в кои-то веки решился выбраться на рыбалку. Место выбирал специально, тихое и глухое, где можно было бы вдоволь налюбоваться природой, рекой, тишью да благодатью. Но даже в таком, казалось бы, затерянном уголке внезапно обнаружился собеседник в виде пожилого мужчины, который прогуливался по берегу. «Меня Тимофей зовут, местный», — махнул рукой мужчина, указав в сторону домиков, расположенных на другой стороне реки. «О, я думал, это лачуги рыбацкие стоят, а оказывается жилые дома», — удивился Артем. «Ну, это у нас коттеджи, как вы городские говорите. Сам дом дальше, в деревне. А сюда на лето выбираюсь», — усмехнулся Тимофей. «В гости уж не приглашаю, не прибрано». «Да я, знаете, специально один поехал. Хотел отдохнуть душой, чтобы никаких друзей, знакомых пьяных гулянок». Артем постарался намекнуть внезапному собеседнику на желание побыть в тишине, но тот лишь продолжал улыбаться. Улыбка его показалась какой-то странной, но Артем решил, что Тимофей просто давно не видел незнакомых людей, постоянно обитая в глуши как отшельник. «Жена, значит, отпустила одного рыбачить, не ворчала?» — проговорил Тимофей, будто желая продолжить беседу. «Да я развелся недавно», — грустно усмехнулся Артем. И такой, знаете, довольно неприятный бракоразводный процесс вышел. «Эх, молодежь, торопитесь все, спешите, женитесь, потом разводитесь, чего не подели это». Гулящая она оказалась. Изменила с коллегой по работе, покачал головой Артем. «Я бы и хотел компромисс какой-то найти, поговорить, все решить, но случай не тот». «Может, она сдуру, запуталась, оступилась, но с кем не бывает». Оступилась. А до этого несколько лет тоже оступалась. Врала, выкручивалась. Я, как дурак, все видел и прощал. Но этот случай совсем уж ни в какие ворота. «На дела», — покачал головой Тимофей. «А деть как? С собой забрала? Алимент поди назначила?» Бог не дал. Одни мы жили. Вот и развелись так легко. В штампик о разводе ляпнули и разбежались, считай, не знали друг друга никогда. «Не повезло тебе, конечно», — сочувственно покачал головой Тимофей. «Нормально. Справлюсь. Работа помогает. Когда делами голову забил, переживать уже некогда», — улыбнулся Артем. Тимофей уже не раздражал своим присутствием. Даже вызывал симпатию. «Правильно. Любую хворь надо выгонять делом, а не ждать, пока она сама отступит», — кивнул дедуля. «Кем ж ты трудишься?» «Да, клерк средней руки в офисе. Не бедствую, конечно, но и от стодолларовой купюры точно не прикуриваю». «Понятно. Ну, значит, справишься. Вижу, парень ты хороший», — загадочно прищурился Тимофей. «Рыбачь спокойно, не буду больше мешать». Артем удивился резкой смене настроения и даже хотел предложить ему остаться. Но мужчина уже развернулся и бодро зашагал прочь. «Интересные, конечно, нравы в глубинке», — пожал плечами Артем. Уже в приподнятом настроении он достал из багажника надувную лодку, проверил снасти, а затем переоделся в рыбацкий костюм. Река, выбранная для ловли, отличалась слабым течением. В общем, самое то, чтобы провести денек наедине с самим собой. «Да что же это такое?» — раздраженно вздохнул Артем. Очередная поклевка закончилась потерей наживки. Клевало сегодня из рук вон плохо. В подсачнике до сих пор болталось только две рыбки размером с ладошку. Поплавок безнадежно замер на месте, волнуемые лишь легкой рябью воды да любопытными стрекозами. «Еще и мусора накидали. Тоже мне, деревенские защитники природы», — проворчал Артем, заметив плывущую по направлению к нему бутылку. Пластмассовая посудина то ли из-под газировки, то ли из-под минеральной воды. Баклажка качнулась на волнах, а затем врезалась в упругий борт лодки. «Внутрь-то чего напихали?» — удивился Артем, разглядывая клочок белой бумаги на дне бутылки. Он взял ее в руки, встряхнул, заставив белый комочек удариться о прозрачные стенки. Листок немного развернулся, и Артем сумел разглядеть корявые буквы. «Записк, что ли? Дети балуются, наверное. Хотя, откуда тут дети?» Ведомый странным любопытством, Артем отложил удочки, открутил тугую пробку и вытряхнул послание на ладонь. На свет предстал небольшой, явно оторванной от целого листа кусочек, на котором неровным почерком было выведено всего три предложения. «Помогите, кто может. Меня удерживают насильно. Третий дом на берегу». «И что это может значить?» — с сомнением протянул Артем. Честно сказать, послание вызвало смешанные чувства. С одной стороны, хотелось думать, что это просто ребящая шутка. Но с другой, от мысли, что настоящий человек может нуждаться в помощи, стало не по себе. «Глухой уголок с маньяками-похитителями. Может, домой двинуть, пока не поздно», — тихо проговорил Артем. Он осторожно обернулся, словно боясь, что его интерес заметят, и пересчитал лачуги на противоположном берегу. Как раз три. И если вспомнить, что на одну из крайних как раз и указывал Тимофей... Сердце Артема начало биться чаще. Тело сковало непонятное чувство тревоги, будто внимательный взгляд дедули продолжал неотрывно следить за каждым движением. «Ну не могу же я просто убежать, как трус», — стараясь приободриться, воскликнул Артем. Парень выровнял нос лодки по направлению к зловещей лачуге и смело поплыл вперед. Быстро преодолев водоем, Артем выбрался на берег и двинулся к ветхому заборчику. «Точно не живет никто. Это же просто сарай», — проворчал он, наглядываясь. Перед глазами предстал неухоженный, заросший сорняками двор. Ни грядок, ни тропинок, лишь примятая местами трава, досколоченная из посеревших досок сарайчик. «Эй, есть кто-нибудь?», — выкрикнул Артем. Показалось, или в сарае обозначился какой-то шорох. Только сейчас он подумал, что своим криком может привлечь внимание не только жертвы, но и ее пленителя. «Есть кто живой?», — чуть сбавив громкость, снова произнес Артем. Шорох в сарае усилился. К нему добавилось постукивание, будто кто-то изнутри слабо бился в стену. Игнорировать это больше было нельзя. «Держитесь, я сейчас!», — выкрикнул Артем, перемахнув через низкую изгородь из гнилых дощечек. Он подбежал к двери и, не сбавляя хода, врезался в нее плечом, сшибая ветхое полотно с петель. Вокруг поднялись клубы пыли, во все стороны брызнули древесные крошки. «Вы здесь? Где вы?», выкрикнул Артем, прикрывая глаза от мелкого мусора, взметнувшегося в воздух. «Я тут!», — послышался слабый женский голос. Артем тут же пошел на звук, обнаружив в единственной комнате связанную пленницу. Ее светлые волосы спутались, карие глаза поблекли от усталости и страха. Было видно, что незнакомка много плакала, пока сидела здесь. Веки опухли и покраснели от пролитых слез. Вся она выглядела какой-то худой и болезненной, босая, в одном легком платьице с синяками на руках от множества ударов по плотным стенам. Внутри избушка оказалась на удивление крепкая. Стены ее проложили утеплителем и шумоизоляцией, будто специально готовили помещение для пленницы. «Помогите», — прошептала измученная девушка. «Меня зовут Катя Креницына. Я дочь известного бизнесмена, и меня похитили». «Тише, тише, я выведу вас». «Мой отец богатый человек. Он заплатит вам только, отвезите меня домой». Катя сорвалась на истерику. Она прижалась к Артему, будто боялась, что он уйдет без нее. Бросит на произвол судьбы, оставив у лапах похитителя. «Ну все, не плачь, идем. Тут моя машина недалеко, сейчас все будет хорошо». Артем подхватил ее под руку и повел прочь из зловещего дома. Вместе они прошли до забора. Артем ударом ноги свалил хрупкую ограду и спустились к реке. «Я третий раз уже записку кидаю. Ты первый, кто пришел на помощь», — прошептала она, нервно оглядываясь по сторонам. «Глухомань же, нет тут никого», — осторожно, — ответил Артем. «Да кто ж знал. Меня с мешком на голове сюда привезли, чтобы дорогу не запомнила, а потом не выпускали из этого сарая». «Ну все, прыгай в лодку, надо поскорее чаливать». Артем усадил Катю, затем оттолкнулся от берега и начал активно работать веслами. Уже через пару минут они оказались на другом берегу. «Надо спустить лодку». «Пожалуйста, поехали, он может нас догнать», — тут же всполошилась Катя. «Ну как же». Глаза девушки вновь наполнились слезами. Было видно, что она с трудом держится от очередного приступа паники. Загнанная жертва. Сейчас ей казалось, что каждая секунда, проведенная на проклятом берегу, может оказаться роковой. «Ладно, садись пока». Артем открыл дверь машины, затем вытащил лодку на берег, наскоро забросав ее попавшимися под руку ветками и травой. «Куда едем?» — спросил он, запрыгнув на водительское сиденье. «В город. Улица Кирова, третий дом. Там частный сектор, не ошибешься», — проговорила Катя, нервно кусая ногти. Она подтянула к себе колени, обхватив их руками. Это ее отчаянная поза свидетельствовала о безнадежности ситуации, в которой она оказалась совсем недавно. Артем чувствовал ее страх. Да и сам он испытывал нешуточную нервозность. Хотелось как можно быстрее вернуться в тихий и уютный город и забыть обо всем случившемся. «Все будет хорошо», — проговорил Артем, положив руку на плечо девушки и осторожно сжав ее. «Просто увези меня», — жалобно отозвалась та, прильнув к спасителю. Машина взбрыкнула мотором. Из-под шин взлетели фонтанчики вздернутой земли с травой и комьями глины. Они понеслись прочь от ужасного места. Хрупкое тело Кати дрожало рядом с Артемом. Он чувствовал, какое облегчение испытывает эта напуганная девушка после пережитого ужаса. Не очень-то отец спешил с выкупом. Вдруг проговорила Катя. Они уже успели выбраться из отдаленной деревушки на скоростную трассу, приобщившись к цивилизации. Липкий страх быть настигнутым и безликим похитителем начал отступать, развеянный ярким светом электрических фонарей. «Может, похитители еще не вышли с ним на связь?» — успокаивающе проговорил Артем. «Долго ты там сидела?» «Скорее торговался, чтобы выбить скидку», — кисло усмехнулась пассажирка. «Дни семь этот урод меня держал, судя по солнцу. Если бы не маленькая кошка, через которое я кидала бутылки, вообще во время не потерялась бы». Стало понятно, что такая медлительность со стороны отца вызывала у Кати нешуточную обиду. И действительно, Артем подумал, что за неделю уже перевернул бы всю область в поисках родного человека. Неужели могущественный бизнесмен не смог выделить ресурсы для более тщательных поисков? «Думаю, он делал все возможное», — постарался уверенно произнести парень. «Наверное», — потеряно пожала плечами Кати. Еще через пару минут они въехали в город и направились в сторону частного сектора, где пролегала названная похищенной девушкой улица. Частные владения пестрили богатыми особняками, но в конце концов Артем притормозил у большого, сложенного из отполированного камня строения. «Вот мы и дома», — холодно проговорила Катя. «Это же усадьба Альберта Криницына», — удивленно приподнял брови Артем. «Но моя фамилия тебя совсем не смутила», — фыркнула Катя. Она открыла дверь, осторожно ступила босыми ногами на тротуар и подошла к воротам. «Кто там?» — раздался суровый голос из домофона. «Пап, это я». «Катя? Где ты была? Что с ключами и почему не открываешь замок сама?» Из динамика послышался пронзительный писк. Магнитный замок гулко щелкнул, открывая дверь. На пороге показался респектабельный мужчина, облаченный в домашний халат с мягкими тапочками на ногах. Аккуратно постриженные волосы блестели легкой сединой, которая лишь дополняла деловой образ мужчины. Проницательные глаза, лучащиеся ясным умом, волевой подбородок без намека на щетину, широкие плечи. Под его пристальным вниманием Артем почувствовал себя неуютно, словно был нашкодившим мальчишкой, побеспокоившим серьезного взрослого. «Что случилось?» — выдохнул Альберт. «Ты в порядке?» «Нет, не в порядке. Но прежде чем мы разберемся со всем, я хочу помыться и поесть». «Объясни, что произошло?» «Один урод держал меня в каком-то сарае», — нехотя ответила Катя. Она погрустнела, словно была совсем не рада видеть отца. Воодушевление от спасения уже развеялось, и теперь она мялась на пороге, не зная, куда деться. «Может, в больницу?» — нахмурился Альберт. «Пожалуйста, расплатись с Артемом, он спас меня как настоящий герой. А сейчас, извините, я больше не могу». Катя задрожала, прикрыла лицо ладонями и побежала в дом. С трудом сдерживаемая истерика, кажется, прорвалась наружу, пользуясь тем, что девушка оказалась в безопасности. Сейчас ей нужно было время, чтобы очнуться от пережитого кошмара. «Что ж, спасибо, молодой человек», — натянуто улыбнулся Альберт. «Сколько мы вам должны?» «Да о каких деньгах речь? Разве мог я пройти мимо девушки, попавшей в беду?» Пожал плечами Артем. «Благородно», — кивнул Альберт. «Тогда считайте, я ваш должник. Звоните, если понадобится помощь». Бизнесмен протянул ему визитку. Белый прямоугольник из плотного картона с оттесненным на глянцевой поверхности номером телефона. «Буду иметь в виду. Позаботьтесь о дочери, пожалуйста», — сказал на прощание Артем. Он положил визитку в карман и направился к своему автомобилю. Казалось бы, история закончена, но Артем все никак не мог выкинуть Катю из головы. Она не просто запомнилась, а странным образом вызывала симпатию. «Привет», — послышался радостный голос Кати. «Наконец-то пришла», — помахал рукой Артем. Он встал из-за столика и обнял ее. «Где ты так задержалась?» — спросил парень, целуя Катю в щеку. Отец опять морали читал. Закатила глаза та. За последнее время молодые люди сильно сблизились, постоянно встречаясь и проводя время вместе. Сначала Артем просто хотел поддержать настрадавшуюся Катю. Затем заметил, что просто получает удовольствие от ее общества. «Альберт Федорович все еще против наших отношений?» — тихо переспросил Артем. «Ой, как будто у этого пня может измениться мнение», — зло буркнула Катя. Взаимная симпатия парочки быстро переросла в дружбу, а затем приняла облик романтического интереса. Молодые люди начали встречаться, ходить на свидания и вскоре поняли, что бесповоротно влюбились друг в друга. «Я поговорю с ним. Объясню, что серьезно настроен жениться на тебе», — твердо заявил Артем. «Милый, этот разговор ничего не решит, только разозлит его», — покачала головой Катя. «Папа давно присмотрел мне жениха, солидной родословной». «Он что, дочь пристраивает или собак разводит?» «Ну ты же понимаешь, как мир бизнесменов устроен. Валера — сын дипломата, богач. У них связи тянутся на самый верх». «И что? Альберт Федорович и сам бизнесмен не из последних. К чему ему и кшаться с родителями этого Валеры?» — выдохнул Артем. «Денег много не бывает», — ответила Катя, потрепав любимого по волосам. «Брак по расчету поможет Валере с карьерой, а папа? Ну, он просто укрепит свою компанию. Объединят капиталы или что-то в этом роде». Артем лишь тяжело вздохнул, понимая, что не в его скромных силах хоть как-то повлиять на ситуацию. Конечно, он верил в искренность искать и любви, но сильно переживал о будущем. Безвыходность ситуации заставляла Артема остро ощущать свою беспомощность, и это злило больше всего. «Что там по поводу похитителя? Не нашли его?» — сказал парень, чтобы хоть как-то отвлечься от болезненной темы. «Как в воду кону. Ни следов, ни улик, ни единой ворсинки. Какой-то суперпрофессионал, как из фильмов про маньяка. Лодку твою, кстати, нашли. Но я сказала, что это никак не связано». «Да, уж знаю. Меня вызывали на допрос раза три уже. Толку с этих разговоров чуть. Но сидят важные господа полицейские, строчат, делают вид, что работают», — осуждающий поморщился Артем. «Ну ладно тебе, не дуйся. Все же хорошо», — ласково улыбнулась Катя, беря его за руку. «Главное, что мы вместе. А остальное — пустяки». «Это правда. Я тоже очень счастлив, что мы вместе». Артем посмотрел в глаза Кати и почувствовал, как сердце начинает трепетать от нахлынувших чувств. Одной девичьей улыбки хватило, чтобы развеять все мрачные мысли и снова заставить почувствовать себя счастливым. Артем наклонился и нежно поцеловал Катю, которая, замерев, опустила веки. Потом он прижал ее к себе, чувствуя, как та отвечает на поцелуй. Это был самый нежный и чувствительный момент, который когда-либо удавалось пережить Артему. Наконец, почувствовав, насколько тесно они стали прижиматься друг к другу, девушка слегка отстранилась и смущенно спросила. «Может, мы пойдем?» «Ой!» Катя вдруг замерла, уставившись в сторону двери, которая вела из кофейни. «Что случилось?» — удивленно переспросила Артем. «Действительно, что случилось?» — раздался надменный голос. Валера небрежно подошел к их столику, затем демонстративно замер в двух шагах, сложив руки на груди. Молодой, привыкший получать все, что захочет тот преск богатых родителей, всем своим видом демонстрировал превосходство. Его темные глаза сверкали неприкрытой враждебностью, пальцы, унизанные золотыми перстнями, угрожающе сжались в кулаки, а коротко постриженные волосы едва не топорщились от ненависти. «Не хочешь объяснить, что тут происходит?» — процедил Валера, глядя на Катю. «Не твое дело», — тут же отреагировала та, отвернувшись в другую сторону. «В глаза смотри, когда с тобой разговаривают». Валера хотел было развернуть девушку к себе, но Артем тут же схватил его за руку, не давая прикоснуться к Кате. «А с тобой, слезняк, мы еще поговорим», — прошипел Валера. «Говори сейчас, чего тянуть-то?» Артем встал из-за стола, выпрямившись в полный рост. Он был на голову выше своего соперника, шире в плечах, да и вообще. Любые угрозы Валеры выглядели нелепо рядом с таким крежистым парнем, как Артем. «Если мой отец хотя бы раз позвонит твоему начальнику, с работой можешь попрощаться», — прошипел Валера, боязливо втянув голову в плечи. «Давай, делай. Чего языком попусту молоть?» — злоулыбнулся Артем, все сильнее сжимая кисть Валеры своими пальцами. Тот едва не зашипел от боли, рванулся в сторону, но не удержал равновесия и шлепнулся на пол. Посетители кофейни, следящие за ссорой, заулыбались. До того комичным получилось падение. «Ну все, нищеброд, считай, твоя песенка спета», — вырвался Валера. «Чего ты сказал?» — грозно наклонился над ним Артем. Богач вскочил на ноги, злобно засопел, но в драку не полез. Валера отряхнул пиджак и, гордо вскинув голову, направился к выходу. Походка его демонстрировала, что он просто не хочет связываться с таким ничтожеством, как Артем. Но всем присутствующим было понятно. Богач просто струсил. «Такое свидание испортил», — покачала головой Катя. «Да пошел он. Нечего переживать из-за дураков». «Опасных дураков. Злобу теперь затаит, как бы чего не вышло». «Да не боюсь я его папочки», — отмахнулся Артем. «Валера очень скользкий тип. Будь осторожен, пожалуйста». «Альберт Федорович, разве мы не договаривались насчет свадьбы с Катей?» — выкрикнул Валера, едва переступив порог дома Креницыных. «Тише, тише, что случилось-то?» — удивленно приподнял бровь Альберт. «Я ехал мимо одной кофейни, и что же я там вижу?» — брызнул слюной гость. «Что?» «А то, как моя будущая жена целуется с каким-то пятикантропом. Это нарушение всех договоренностей, более того, это измена». «Измена! Еще до свадьбы! Хороша же у вас дочь!» «Мальчик мой, успокойся», — дружелюбно поднял руки Альберт. «Я вам не мальчик». Валера зло сощурился, прожигая бизнесмена взглядом. Клокочущая ярость требовала выхода, и парень буквально разрывался от внутреннего напряжения. «Хорошо, Валер, послушай-ка», — кратчево произнес Альберт. «Это временные трудности, понимаешь? Девочка молода, потеряла голову от нахлынувших чувств после похищения, а этот дурачок да скоро наскучит ей. Не переживай, проблема решаемая». «Решайте быстрее! Я не хочу больше его видеть возле своей будущей жены», — взвизгнул Валера. «Да возьми ты себя в руки, ты же мужчина!» — нахмурился Альберт. «К чему эти истерики?» «Истерики? Кто говорит об истериках?» — прошипел Валера. «Я в ярости. И поверьте, просто так это мимо вас не пройдет. Если отец узнает о случившемся, он просто растопчет вас вместе с вашей компанией. Ни о каких инвестициях, тем более об объединении капиталов уже речи идти не будет». «Послушай, это дела взрослых людей. Несуй-ка свой нос куда не следует», — тут же посуровил Альберт. «Это вы, послушайте. Никто не будет выставлять меня посмешищем. Все деловые круги уже в курсе о нашей скаде свадьбе. Если торжество не состоится, можете попрощаться со своими планами, потому что никто в городе не захочет вести с вами дел», — зло сплюнул Валера. «Это официальная позиция твоего отца?» — сухо осведомился Альберт. «Можете не сомневаться, он не потерпит такого плевка в нашу сторону», — уверенно кивнул гость. «Хорошо. Я решу проблему с Артемом. Лучше займитесь дочерью, а с этим дурачком я и сам справлюсь», — зловеще проговорил парень. «Эй, эй, а ну-ка иди сюда», — послышался голос из подворотни. Артем удивленно покосился на группу парней, скрывающихся в тени дома. На улице уже наступил глубокий вечер. Они давно разошлись с Катей и теперь осталось лишь дойти до дома. Но, кажется, день еще не закончил подбрасывать Артему сюрпризы. «Ребят, вы, кажется, ошиблись», — попытался пошутить он. «Нет, это ты ошибся», — раздался в ответ грубый голос. Гопники тут же вышли из тени, недвусмысленно окружив свою жертву. Все они были плечистыми, короткостриженными, одетыми в одинаковую черную одежду. Не уличные оборванцы, сразу видно. «Ладно, чем могу помочь», — осторожно осведомился Артем. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять. Дело точно не стоит доводить до драки. Каким бы крепким парнем ни был Артем, выстоять одному против пятерых было невозможно. «Короче, отваливаешь от красотки, извиняешься перед Валерием и больше никогда не отсвечиваешь на районе. Усек», — процедил сквозь зубы один из гопников. «Отлично. Вы, значит, парламентеры», — сказал Артем. «Че сказал?» — тут же взвился один из гопников, но тут же сник под грозным взглядом вожака. «Ты, придурок, не нарывайся. Просто сделай, как велено, и останешься цел», — снова обратился ваша к Артему. «Ладно. А что будет, если я намерен бороться за свое счастье?» Кажется, это уже было лишним. Лидер молча сплюнул на асфальт, а затем щелкнул пальцами. Его подручные среагировали мгновенно, налетев всей толпой на Артема. «Не убейте только!» — послышался голос, но Артем уже не понимал, кто это произнес. Град ударов посыпался на него, пронзая тело острой болью. Посланники били с какой-то профессиональной точностью, доставая до самых болезненных точек. Вскоре Артем просто упал на землю и закрыл голову руками. Тело его вздрагивало от боли. Сквозь сжатые зубы вырывались давленные стоны, пока избиение, наконец, не прекратилось. Он с трудом открыл глаза и увидел перед собой вожака гопников. Тот зло усмехнулся, а затем нанес последний сильный удар по лицу, отправляя свою жертву в нокаут. «Ну, как ты тут?» — проворковала Катя, приоткрыв дверь палаты. «Поправляюсь», — ответил Артем. Завидев любимую, парень слабо улыбнулся и приподнял руку в приветственном жесте. «Действительно, уже шевелишься. Я думала, с ума сойду, когда ты в реанимацию попал», — схлипнула она, садясь рядом. «Поэтому навещала каждый день. А мне-то казалось, что из одной лишь чистой любви», — неловко пошутил Артем. «Дурачок». «Ну, ладно тебе переживать. Очнулся же. Вон из реанимации в обычную палату перевели. Доктор сказал, иду на поправку». «Я этого Валеру по стенке размажу, если приблизиться», — зло проворчала Катя. «В полиции ничего не говорят», — спросил Артем. «Нет, свидетелей никаких. Твои слова вообще с трудом приняли как заявление. Адвокат Валеркин все кричал про недостаточный ясный ум, чтобы выдвигать обвинение». «Неужели просто так с рук спустят?» «Понимаешь, связи этих гопников с Валерой никак не докажешь. Даже если их поймают, толку мало. Заказчику тем более ничего не будет с такими-то деньгами и папочкой. Ни уголовных дел, ни условного срока. Даже не пожурят». «Да уж это я понял давно. Даже звонил ему. Пытался поговорить по душам, но все без толку. Позлорадствовал. Я трубку бросил. Не смог долго его тон терпеть», — скрипнул зубами Артем. «Я же тебе говорила. Не те это люди, чтобы с ними разговоры говорить», — грустно покачала головой Катя. «Неужели твой отец тоже проигнорирует? Разве можно счастье родного ребенка на деньги разменивать?» «Да в том-то и дело. Не родная я ему», — горестно воскликнула Катя. «То есть как?» «Вот так, приемная». Он из-за этого и с выкупом не спешил, потому что не особо переживал. «Как это могло произойти?» — непонимающе спросил Артем. «Мои родители погибли в автокатастрофе, а папа, Альберт Федорович, оформил опекунство. Раньше я думала, что по доброте душевной, но когда подросла, выяснила, что они были партнерами по бизнесу. После смерти родителей я осталась единственная наследница. Так Альберт меня усыновил и все их активы к рукам прибрал. Свою часть как компаньон, мою часть как опекун. Вот и стал единственным владельцем». «Понятно. А то я всю голову ломал, чего он так спокойно тебя встретил после семи дней отсутствия. Отцы точно не должны так легко реагировать на босую побитую дочь, стоящую у порога». Нахмурился Артем. «И не говори. Похититель со мной то ласково и обращался». Вдруг проговорила Катя. «Неужели?» «Правда. Не бил. Кормил. Бутылки с водой приносил. Я в них записки-то и кидала. Вел себя достойно, не приставал». «Прямо ангел!» — хмыкнул Артем. «Да. Странный он какой-то. Мужик в годах. Дедушка. Мельком его только и видела. Он как будто стеснялся со мной поговорить. Молча еду ставил и тут же убегал. В глаза никогда не смотрел. Взгляда вообще не поднимал. Стыдно ему, что ли, было меня похищать?» «Да просто сумасшедший, наверное», — пожал плечами Артем. Самое интересное, папа сказал, что к нему за выкупом никто не обращался. «А для чего тогда весь этот цирк?» — непонимающе воскликнул парень. «Не знаю. Может, врет Альберт. Но говорит, что в контакт с ним никто не вступал. Требований никаких не выдвигалось. Более того, спросил меня. «Кто решится связываться с таким бизнесменом солидным? Может, ты не в плену была, а сама из дома сбежала?» «Представляешь? Думает, что я просто загулы свои решила так скрыть». Горестно вздохнула Катя. «Так ты же в синяках вся была. Дрожала, как осиновый лист. Какие могут быть сомнения?» «Да синяки-то я сама на самом деле об стенке, когда докричаться пыталась. Дрожала от страха. Альберт ведь врача на дом вызвал. Тот сказал, что никаких повреждений нет. Вот папа не и задумался, а было ли похищение». «Всерьез он что ли считает, что ты небылица выдумываешь?» — с удивлением спросил Артем. Рассказанная Катей переворачивала всю картину с ног на голову. «От такого пренебрежения человеком, который по сути стал тебе родной дочерью, становилось не по себе. Насколько жестоким должен был быть Альберт Федорович, чтобы вести себя подобным образом?» «Нужно во всем разобраться». «Не верю я, что эта история строится на чистых совпадениях», — сказал Артем. «Я тоже. Но где теперь концы найти?» — покачала головой Катя. «Вернусь в ту деревню. Посмотрим, может отыщется загадочный похититель». Полиция все там обшарила. Никаких следов. «Не переживай. Что-нибудь придумаю. Я фартовый». «Ну, здравствуй, глухой уголок», — произнес Артем, выходя из машины. Как только его выписали из больницы, он сразу же направился в деревушку на берегу реки. «И что они тут перерыли?» — с сомнением проворчал Артем. Все здесь было таким же нетронутым, как и в прошлый раз. Бравые сотрудники полиции забрали лишь лодку да пустую бутылку, в которой лежала записка. Прочесывать местность можно было часами, но начать Артем решил с того самого домика. «Преступник всегда возвращается на место преступления, да?» — проговорил Артем, переступая через порог. Дверь все так же валялась на полу. Скудная мебель перевернута. Комнату, где сидела Катя, отделили от общего пространства красной ленточкой. Хозяин, даже если и объявлялся, наводить порядок не стал, как и полицейские, устраивавшие обыск. «Потерял чего, сынок?» — послышался вдруг скрипучий голос. Артем вздрогнул. Тут же выглянул в окошко и увидел Тимофея, присевшего на пенек с другой стороны дома. Волосы дедули отливали еще больше сединой. Казалось, что за прошедшие с их первой встречи дни он осунулся еще сильнее, постарев лет на десять. «Зачем вы это сделали? Зачем держали тут Катю?» — напрямую спросил он, подходя к дедушке вплотную. «Что? Я просто мимо проходил. Гляжу, ты в доме шуруешь, вот и подошел спросить». Развел руками тот. «Ну, конечно. Второй раз и чисто случайно сталкиваемся. Не держите меня за дурака, Тимофей!» — хмуро отозвался Артем. «Не понимаю, о чем речь? Думаете, сдам вас полиции? Поэтому не хотите правду сказать?» — выдохнул парень. Дедуля внимательно посмотрел в глаза Артема, но продолжал молчать, лишь грустно улыбаясь. «Катя рассказала, что вы хорошо с ней обращались и не позволяли себе лишнего. Понимаете, она сейчас в странной ситуации оказалась, и я приехал только для того, чтобы понять, как из этой ситуации выкарабкаться». «Ладно, расскажу», — вздохнул Тимофей, приняв какое-то внутреннее решение. «Дело в том, что Катя — моя родная дочь». «Чего?» — удивленно протянул Артем. «Зачем вы ее похитили тогда? И как такое вообще возможно? Ее родители вообще-то погибли в аварии, она сама рассказывала». «Долго эта история, сынок», — вздохнул Тимофей. «Ты присядь, раз уж выслушать решил. В ногах правды нет». Дедуля уставился под слеповатыми глазами куда-то вдаль, словно старался рассмотреть в курящемся от жары воздухе дела давно минувших дней. «Тогда, много лет назад, в катастрофе погиб не я», — огорошил Тимофей. «Личный водитель наш и жена моя. Возгорание случилось. Тела так обгорели, что даже опознать никого не удалось. Страшное событие, но Бог уберег. Вылетел я тогда через лобовое. Почти невредимый остался, в рубашке видимо родился». «А почему исчезли? Почему не стали дочь зачищать? Вы хоть знаете, что ей пришлось пережить?» — взорвался Артем. «Знаю, знаю. Каждый божий день об этом сожалею, но ничего не мог поделать», — развел руками Тимофей. «Авария произошла из-за неисправных тормозов. Это официальная версия. Вот только не мог наш водитель не проверить этого. Он самым лучшим специалистом в городе был. Всегда за машинкой ухаживал. Ни одной поломки за пять лет до того». «Хотите сказать, вас пытались убить?» «Именно». Артем с сомнением взглянул на Тимофея, с трудом веря сказанным словам. Такие повороты можно было увидеть на экране телевизора, но уж точно не в реальной жизни. От обилия информации голова начала идти кругом. Я быстро смекнул, что поломка это не случайная. Прикинул, кому была бы выгодна моя смерть и понял. Альберт Креницын, мой бывший партнер и совладелец компании. Тогда все и встало на свои места. Ведь он давно хотел наложить руки на нашу долю. «А нельзя было в полицию с этим пойти?» – воскликнул Артем. «Я и пытался. Не в полицию, конечно. Хотел с Альбертом поговорить, в глаза взглянуть. Так он, гад, подстраховался. Раздобыл компромат мощный. Махинации с налогами и прочие по бизнесу дела». «А вы правда махинациями занимались?» – уточнил Артем. Тимофей снова посмотрел собеседнику в глаза, затем грустно улыбнулся и пожал плечами. «Артем, а кто не занимался в те годы? В нашем деле вообще без этого никуда. Отличное оправдание». «Ладно, твою злость я заслужил. В общем, Альберт сдал меня правосудию. В итоге, по совокупности, суд дал мне 18 лет». «Ого!» «Не то слово. Пришлось отправиться на самый край страны, в снегах выживать. Во всех смыслах этого слова». Альберт ведь не успокоился. Даже в тюрьме пытался меня добить. Да не вышло. Выжил я, несмотря ни на что. «А сколько было лет Катти, когда вас посадили?» «Два готика. Она только поэтому ничего не знает. Слишком мала была. А этот гад ей даже письма не передавал. Девочка не помнит меня совсем». «Конечно. Альберт ведь соврал ей, что вы еще тогда в аварии погибли», — сказал Артем. «Многие в городе и сами так подумали. Даже друзья бывшие разбираться особо не стали. К тому же, Креницын даже фотографии мои уничтожил и памятник похоронный установил». «История какая-то сомнительная», — поморщился Артем. Молодой человек все еще не мог поверить в сказанное. Он шел сюда за ответами, может быть, помощью, а в итоге получил лишь печальную правду, которая только добавляла проблем. «Недавно только и вышел из колонии», — прервал размышления скрипучий голос Тимофея. «К Альберту не подобраться. А Катя? Пришлось ее выкрасть, представляешь? Подкараулил и дома и в машину бросил. Не знаю, о чем тогда думал. Просто ведь хотел познакомиться, а в итоге напугал до чертиков. Держал неделю все, не знал, как подступиться. А потом и ты появился, спаситель». «Надо было раньше контакт налаживать», — неприязненно ответил Артем. Простить Тимофею похищение Кате он не мог даже после услышанного. «Да я вот как раз собирался, но не успел», — покачал головой дедуля. «Просто поверить невозможно». Артем тяжело выдохнул, устало потеряв переносицу. Мысли путались, а картина, представшая перед глазами, только усложнила ситуацию. Честно говоря, он пребывал в шоке от вскрывшейся правды и не знал, куда теперь податься. «Да, вот это поворот, конечно. Как вообще с таким монстром тягаться», — прошептал Артем. «Да и Кате надо сказать, что вас нашел. Не хранишь же теперь это в секрете». «А может, не стоит», — робко предложил Тимофей. «Нет уж, я в вашем вранье участвовать не собираюсь. Она ни за что не простит, если узнает, что я не поделился с ней этим». «Тебе нужно быть осторожным, Артем. Альберт не так прост, как кажется, да он может запросто заказать тебя». «Не впервой. Один заказывал уже и ничего. Как видите, живой, перед вами сижу. Так и я живой. Но сколько времени потеряно, сколько возможностей упущено». По щеке пожилого мужчины прокатилась невольная слезинка. Кажется, сейчас он в полной мере почувствовал, сколько лет жизни потратил зря. Обиднее всего было то, что все эти злоключения Тимофею пришлось пережить из-за чужой жадности. Теперь же, после всех страданий, жизнь нужно было как-то начинать с нуля. Но он не имел ни сил, ни понимания, как с этим справиться. «Нужно что-то придумать, застать его врасплох», — сказал Артем. «Потребуется хитрая схема. Есть у меня кое-что на примете». Артем сунул руку в карман, где нащупал плотный прямоугольник, визитка. Забавно, что именно сегодня он решил надеть ту самую кофту, в которой спасал Катю из плена. «Это личный номер Альберта. Нужно будет связаться с ним и пообещать, что познакомлю со своим отцом», — сказал Артем. «И что это даст?» Креницын мечтает укрепить свое положение. «Значит, нужно ему сказать, что мой папа богатый человек, который сможет помочь его бизнесу расцвести». «А дальше?» — непонимающе спросил Тимофей. «Дальше?» Альберт не сможет устоять и захочет встретиться. Вот тут на сцену выходите вы как неучтенный элемент уравнения. «Получается, в этот момент мы сможем вскрыть правду. А он не будет готов к такому повороту», — наконец сообразил Тимофей. «Именно. Если повезет, сможем даже записать доказательства. Наверняка, Реницын растеряется при виде вас и перестанет следить за тем, что говорит». Артем замолчал, обдумывая последние детали плана. «Задумка была рискованной. Прямо скажем, на грани удачи. Слишком многое могло пойти не так. И именно эта неизвестность пугала больше всего». «Думаешь, справимся?» — глухо спросил Тимофей. «Должны. Выбора у нас нет». Пальцы молодого человека уже набирали злосчастный номер. Телефон выдал несколько гудков. «Алло?» — послышался голос Альберта Федоровича из «Динамика». «Здравствуйте, это Артем. Помните еще?» «Помню», — сухо отозвался мужчина. «Откуда у тебя этот номер?» «Ну как же. Сами мне его дали, как плату за спасение дочери. Сказали, звони, если что». «Допустим». «Так вот». «Предлагаю временное перемирие», — понизил голос Артем. «С какой стати?» «Хочу познакомить вас со своим отцом. Я намеренно оттягивал вашу встречу, чтобы проверить наши с Катей чувства. Но теперь, когда мы с ней уверены, пришла пора знакомить родителей». «Еще раз повторяю, с какой стати?» — начиная злиться, процедил Альберт. «С такой, что мой отец довольно могущественный человек, бизнесмен и известная персона. Признайтесь, вам же наплевать на Валеру. Вы просто хотите получить чуть больше денег». «Интересно, кто же его отец?» — проворчал Альберт Федорович, перебирая в уме громкие имена. «Бизнесмен уже несколько дней не мог найти себе места, ожидая встречи с родителями Артема. Парень напустил такого тумана, что даже у прожженного интриганно начали поигрывать нервишки. А еще, как назло, несносный жених полностью перестал выходить на связь. «Кать, от Артема нет вестей?» — не выдержал Альберт. «Ты мне скажи, ведь это из-за тебя мы не общаемся?» — насупилась девушка. Она зло посмотрела на опекуна, нарочито изображая обиду. На самом деле она знала немного правды, что встреча должна будет помочь вывести Альберта на чистую воду, но что именно задумал отчаянный жених, она не знала. «Потерпи, сегодня должны приехать, все и узнаешь», — безразлично бросила дочь. Нетерпение Альберта, связанное с возможностью обогатиться, было ей откровенно противно. Хотелось побольнее уколоть тялчного сноба, но тот, конечно же, не обращал на ее тон никакого внимания, полностью сосредоточившись на себе. «Альберт Федорович, на подъездной дорожке гости», — раздался голос Дворецкого. «Открыть ворота?» «Конечно, конечно, это же наши гости», — тут же оживился бизнесмен. Он прильнул к камерам наружного наблюдения, стараясь разглядеть визитеров. Тем временем Артем спокойно вышел из машины, подошел к пассажирской двери и помог выйти седовласому мужчине, одетому в дорогой костюм. «Лицо какое-то незнакомое. Но мы же точно должны были где-нибудь встретиться. Город-то маленький», — проворчал Альберт. «Кать, как хоть отца-то его зовут?» «Не знаю. Меня он тоже не познакомил», — буркнула девушка. В прихожей послышался шум открываемой двери. Альберт бросил свой наблюдательный пост, суетливо поправил галстук и поспешил навстречу. «Добро пожаловать к…» Бизнесмен замер на месте, забыв слова, приготовленные для встречи. Глаза его с каким-то потусторонним ужасом обшаривали до боли знакомую фигуру. Но разум отказывался принимать действительность. «А вот и мы, Альберт Федорович», — весело воскликнул Артем. «Вот, знакомьтесь. Хотя вижу, что в представлениях никто не нуждается». «Ты?» — прошипел Альберт. «Какого черта ты тут делаешь?» «Ну что, Иудушка, попался? Думал, что нет меня уже в живых?» — отозвался Тимофей. «Это же не твой отец», — оскалился Альберт, переведя взгляд на Артема. «Неужели? Может, тогда расскажете чей?» — улыбнулся парень. «Что тут происходит?» — вмешалась в разговор Катя. Она мрачно посмотрела на отца, стыдясь грубого обращения с гостями. Затем открыла было рот, чтобы извиниться за грубость, но тут же замерла на месте. Лицо своего похитителя она видела лишь мельком, всего пару раз. Но даже этих мгновений хватило, чтобы образ навсегда отпечатался в памяти. «Но что скажешь, дружок? Может, дочери представишь наконец?» — сказал Тимофей, делая шаг вперед. «Уйди!» — взвыл Альберт, хватая ртом воздух. Лицо его побагровело. Галстук удавкой стянул шею, мешая нормально говорить. «Встреча с прошлым не всегда бывает приятной, да?» — проговорил Артем. Альберт хотел бросить злой взгляд на дерзкого парня, но почувствовал, как сердце начинает щемить от невыносимой боли. Как будто раскаленная игла вошла куда-то под ребра, разрывая внутренности судорожным спазмом. Альберт схватился свободной рукой за грудь. Другой оперся о стену, стараясь протолкнуть вставший в горле комок. «Эй, партнер, чего молчишь? Может, поведаешь молодежи, как мы с тобой раньше работали?» — сказал Тимофей. «Артем, кто это такой? Зачем ты привел его к нам в дом?» — взвизнула Катя, преодолев, наконец, свой ступор. «Солнышко, я все объясню тебе позже», — начал было Артем, но Альберт перебил его речь жутким хрипом. Бизнесмен попытался ослабить галстук, но лишь неловко оперся о стену, начав сползать по ней вниз. «А сейчас, но, видимо, нужно вызвать скорую», — договорил Артем. «И полицию», — тихо добавил гость. «Придется много объяснить». «Если вы сейчас не скажете, что происходит, я точно вызову полицию», — прокричала Катя. «Подожди, послушай, это не твой похититель», — замахал руками Артем. «Ну, точнее, похититель, но он не хотел причинить тебе вреда». Катя непонимающе замотала головой, не зная, как реагировать на происходящий сюр. Она пугливо поджала губы, затем умаляюще посмотрела на Артема. «Кать, ты только не переживай, но этот похититель — твой родной отец», — выдал Артем. «Что?» — совсхлипом переспросила девушка. «Это правда. Хотя поверить будет сложно, но я все расскажу», — ответил Тимофей. «Но для начала нам нужно спасти Альберта. Хотя мне и не очень-то хочется». «Кто-то поедет с ним в качестве сопровождения», — уточнил фельдшер, пока Альберта погружали в машину скорой помощи. «Нет у него родных», — мрачно буркнула Катя. «Кать», — тихо произнес Артем. «Не надо. Ты добрый, можешь всех простить, наверное, а я нет», — твердо заявила девушка. Фельдшер лишь пожал плечами, дал ей какую-то бумагу на подпись, а затем погрузился в машину. Ворота закрылись, во дворе снова воцарилась тишина. «Ты прости меня, что не могу пока правильно отреагировать», — ответила Катя, глядя на Тимофея. «Родной отец». Девушка не сдержалась и заплакала, уткнув лицо в раскрытой ладони. Артем присел рядом с ней, нежно прижимая любимую к себе. А пожилой гость просто неловко переминался с ноги на ногу, не зная, что делать. И без слов было ясно. Девушка находится в шоке. Слишком уж много событий обрушилась на ее хрупкие плечи. «Ну, тише, тише, теперь все будет хорошо», — прошептал Артем, поглаживая Катю по спине. Она лишь вздрагивала, давя в себе тихие рыдания. Тимофею хотелось обнять дочь и сказать, как сильно он ее любит и как он виноват перед ней, но не смел подойти к ней сейчас после стольких лет разлуки. Объятия, поддержка, разговоры по душам — все это будет у них потом, когда отец с дочерью пройдут долгий путь знакомства. А сейчас, по сути, они все еще оставались чужими людьми. Но главное, путь этот они смогут пройти, ведь он все же не опоздал окончательно. «Сегодня суд вынес окончательное решение по делу Альберта», — произнес Артем, читая новостные сводки в газете. «Интересно, компанию отцу вернули еще год назад, а с основным наказанием суд тянул до сих пор?» — удивленно приподняла бровь Кате. «Расследование оказалось сложным. Слишком много времени прошло. Не все улики были пригодны в качестве доказательств, но и в целом. Альберт старался всеми силами затянуть процесс, пока деньги не кончились», — пожал плечами Тимофей. «А чего ты, кстати, не на работе?» — шутливо осведомилась Кате. «Бизнес сам собой управлять не будет». «Да, я уже все там наладил. Столько лет не касался, но руки, как говорится, помнят», — улыбнулся Тимофей. «Вот, решил с семьей побыть». Катя подошла к отцу и тепло обняла его, чувствуя, как сердце наполняется радостью. Со времени их знакомства прошло уже много времени, и теперь она по-настоящему чувствовала, что они сумели стать родными. «Хорошо, что все так закончилось. Мы ведь рисковали», — улыбнулся Артем. «Теперь же осталось главное испытание». Парень встал со своего места, покопался в кармане, а затем… «Пока мы все вместе», — торжественно произнес Артем. «Екатерина, согласитесь ли вы стать моей женой?» «Столько дел оказывается, когда к свадьбе готовишься», — выдохнула Катя, устала отложив в сторону журнал с платьями невесты. «Ничего, это только в первый раз. Дальше легче будет», — подмигнул Артем. «Я тебе дам легче», — выкрикнула Катя, шутливо стукнув жениха кулачком в грудь. Молодые люди рассмеялись, чувствуя себя самой счастливой парой на земле. «Ребят, а это что там за злобный тип стоит?» — раздался вдруг голос Тимофея. Мужчина встал около камеры видеонаблюдения, рассматривая припаркованный у их ворота внедорожник. «Валерик прикатил», — раздраженно хмыкнул Артем, присоединившись к Тимофею. «Чего тебе надо?» — зло спросила Катя, нажав на кнопку домофона. «Выходите, поговорим по душам», раздался разгневанный голос. «Сейчас я ему выйду», — мрачно пообещал Артем, хрустнув костяшками. «Остынь, сынок, у тебя скоро свадьба, давай-ка я», — хлопнул жениха по плечу Тимофей. Он бодрой походкой вышел из дома, насвистывая веселый мотивчик. «Ты еще кто такой?» — злобно бросил Валера, заметив Тимофея сквозь прутья решетки. «Твой ночной кошмар», — подмигнул тот, подходя вплотную. «Не понял. Сейчас поймешь». Тимофей достал телефон, демонстративно набрал номер, затем приложил к уху. «Алло, да привет. Слушай, тут твой щенок у наших ворот пасется. Еще раз его увижу, нашим договоренностям конец». Валера продолжал его буравить злобным взглядом, пока тот не закончил разговор. «И что это значит?» — буркнул он, встретившись взглядом с Тимофеем. В ту же секунду телефон Валеры ожил, обозначив входящий звонок от абонента отец. Парень тут же побледнел, дрожащим пальцем нажал на кнопку и приложил гаджет к уху. «Алло. Да, хорошо. Прости, больше не повторится». Не говоря больше ни слова, Валера побежал к своему внедорожнику, запрыгнул в салон, а затем исчез, растворившись в сизых клубах, вырвавшихся из выхлопной трубы. «Порядок, молодежь», — довольно произнес Тимофей, возвращаясь домой. «Эй, что это тут у вас?» Он обеспокоенно подбежал к кате, сидящей на кресле и обмахивающейся попавшимся под руку журналом. Она была немного бледной. Челка слегка взмокла и прилипла ко лбу. «Ничего», — улыбнулась она, отмахнувшись от беспокойного отца. «Не хотела вам говорить раньше времени, но УЗИ недавно показало, что я беременна». «Так чего секретничала, дуреха?» — Тимофей радостно обнял дочь. В этот же момент к ним присоединился Артем, которого невеста тоже обрадовала новостью. «Артемка, привет!» — раздался вдруг женский голос. Молодой отец отвлекся от коляски с близнецами, повернувшись в сторону звука. «Марина?» — удивленно выдохнул он, не без труда узнав в размалеванной Фифе бывшую супругу. «Не узнал? Неужели так похорошела? Богатой буду?» — кокетливо хихикнула она. «Нет». Артем развернулся и уже собрался идти в другую сторону, но Марина снова перегородила ему дорогу. «Уже уходишь?» — улыбнулась она. «У меня нет никакого желания с тобой разговаривать», — буркнул Артем. «Все еще злишься из-за нашего развода?» Плевать мне на тебя и на развод. С тех пор столько воды утекло. Я уже полюбил другую и близняшек воспитываю. Так что проваливай к своему очередному любовнику. Он меня бросил. Прервала Артема бывшая супруга. «Знаю я про твою женщину новую. Немного поспрашивала о вашей жизни». «Зачем?» — тут же насторожился Артем. «Послушай, может, мы сможем начать все сначала. Ты посмотри, кто она, мочалка сушеная, и кто я. Что скажешь? Я даже детей твоих готов воспитывать, только бы вернуть все как было». «Уходи», — просто ответил Артем, отодвинув ее прочь с дороги. Не обращая никакого внимания на ее крики, он пошел прочь, чувствуя, насколько правильный сделал выбор, когда оставил Марину далеко позади. «Ты еще пожалеешь. Будешь вспоминать, да поздно окажется». Бывшая супруга продолжала кричать ему вслед оскорбления, но ни одно из них не могло задеть по-настоящему счастливого человека. Спасибо, что досмотрели историю до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для меня это очень важно. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok